всем привет из португалии сегодня мы снимем видео как мы проводим наш выходной не будет ничего особенного просто такая небольшая поездка к океану и вы увидите такой коротенький уикенд из нашей жизни поехали сегодня мы отправляемся к океану который находится рядом с лиссабоном а чтобы добраться до него мы выбрали городскую электричку которая едет из самого центра столицы до прилегающих к ней небольших городов мы хотим добраться до городка синтра а затем пересесть на автобус который довезет нас до океана по крайней мере так говорит карта google время в пути из лиссабона до синтры около 40 минут поезда ходят каждые полчаса правда график зависит от дня недели в рабочие дни поезда ходят чаще чем выходные и это стоит учитывать при планировании поездки все поезда которые идут синтру одноэтажные хотя в лиссабоне если двухэтажные поезда но именно по этому маршруту они не ходят в любом случае вагоны чистые и опрятные иногда проверяет билеты поэтому обязательно приобретите в кассе или в автомате и хоть на некоторых станциях отсутствуют турникеты на конечных станциях таких как синтра они есть и без билета выйти вы не сможете мы пользуемся билетами навиганты они позволяют нам передвигаться на всех видах общественного транспорта наши билеты желтого цвета такие доступны тем кто здесь живет а вот туристам доступны бело-зеленые эти карточки можно покупать на одну две или три поездки а затем пополнять карту главное не выбрасывайте билет когда сели в поезд или в метро так как при выходе вам снова придется пройти турникет я пройду наконец мы добрались до синтры и идем по его улицам город синтра также является центром муниципалитета в составе округа лиссабон население города 27 тысяч жителей вместе с муниципалитетом около 400 но подробный рассказ про синтру мы оставим на следующий приезд так как сегодня мы здесь всего лишь транзитом тем не менее несмотря на то что мы могли сразу отправиться на автобусную остановку удержаться от прогулки по синтри невозможно это место напоминает сказку которую мы читали в детстве вероятно это связано с тем что город окружен замками а также просто утопает в зерень и хотя до многих замков нужно добраться автобусом или на автомобиле до центра самой синтры легко дойти пешком в центре синтры как всегда полно людей причем это не зависит от времени года это место привлекает туристов из других стран а также самих португальцев здесь есть свои пешеходные улицы с тоннами сувениров а также десятки кафе и ресторанов в одно из таких кафе мы сейчас зайдем чтобы съесть национальное пирожное и попробовать португальский портвей сейчас я показываю как изготавливается пирожное паштель де нато и это пожалуй самый известный португальский десерт он настолько известен что я думаю ему стоит посвятить отдельный выпуск там я смогу рассказать почему сейчас мы едим паштель де нато а не паштель де белем хотя выглядит они абсолютно одинаково а пока оставим мой ответ до другого раза и попробуем свежее пирожное которое только что вытащили из печи и Субтитры сделал DimaTorzok Сладкий очень. Угу. Сладкий, поэтому темный. После кафе мы отправляемся на остановку автобуса. Это не более одного километра от того места, где мы сейчас находимся. И поверьте, это совсем немного, чтобы еще раз полюбоваться городком Синтра. Мы сейчас на автобусной остановке дошли от станции Синтра, примерно 700 метров. И ждем автобуса. Автобус не часто ходит, где-то раз в час. Мы сейчас час подождали, вот пришли. Через минуту должен подойти еще нам ехать, где-то минут 30-40. Надеюсь, вообще наши билеты подойдут к этому автобусу. Потому что они ждали Лиссабона. Не знаю. Все, сейчас узнаем. Пришел наш автобус. И мы начали спускаться к океану. Так как мы едем этим маршрутом первый раз, то приходится следить по гугл-картам наше точное местонахождение, чтобы не пропустить нужную остановку. И примерно через полчаса мы добрались до нашей цели. Так, ну вот ровно 30 минут. Билетики, кстати, наши сработали. Мы ничего не платили. По лиссабонским билетам приехали на пляж. И вот он, Атлантический океан. Атлантический океан – это просто потрясающая штука. К сожалению, а может и к счастью, я не смогу подобрать всех слов, чтобы объяснить восторг, который вы здесь испытываете. Возможно, те люди, которые всю жизнь прожили на океане, меня не поймут. Но даже для нас, проживших 10 лет на берегу моря, океан вызывает какой-то особый трепет, необыкновенное волшебное ощущение. Его мощь, шум, ветер вызывает невероятное чувство свободы. Атлантический океан – это что-то особенное. Его просто стоит увидеть. Мы приехали на океан. Пляж бесплатно. Любой желающий может сюда прийти. Песок просто отличный. Абсолютно чистый. Никакого мусора. Просто ноль. Сам по себе песок очень красивый и крупный. И сильно липнет к рукам. Просто и ребенку приятно играет. А и ветер здесь постоянно дует. Нету пыли совершенно. Иска никакого. Океан чубит. Постоянно. И воздух просто пропитан вот такими водорослями океанскими. Он как-то концентрированно насыщенный вот этими запахами, ароматами. Постоянно легкий ветерок. Красивый песок. Людей мало. Ну, нам нравится. Анастасия себе нашла развлечение. Здесь можно поиграть и с океаном. Можно поиграть, я не знаю, это типа реки. Здесь чистая вода. Она такая кристально чистая, как будто ее включили из крана. И еще мне здесь очень нравятся камни. Вообще, скальные породы. Они отличаются от того, что мы увидели в колокольчике. В Черногории, где мы долгое время жили, в Сибири, где мы были, вообще в Китае, где мы ездили, в другие страны. Здесь вот своя какая-то порода каменистая, другой цвет камня. Здесь в океан впадает речка, прямо такая, куда-то течет и впадает в океан. В речке вода теплая, видимо, она нагревается, пока бежит сюда, а в океане холодная. И вот здесь вот если стоять, то с одной стороны очень теплая вода, а с другой прям холодная. Субтитры создавал DimaTorzok День превращается в вечер, хотя в Португалии темнеет поздно. Тем не менее, нам надо отправляться на автобусную остановку, чтобы доехать до Синтры, где мы собираемся поужинать, а затем отправиться в Лиссабон. По гугл-карте автобусная остановка, чтобы добраться до Синтры, находится в другом месте, примерно в 700 метрах от нас. Мы пошли на автобус, чтобы возвращаться в Синтру и внезапно попали на раскопки археологические. Сначала нам просто показалось, думаем, наверное, это раскопки. И вот тут плакат есть, действительно раскопки, древнейшее свидетельство, святилище, посвященное Солнцу и Луне. Вот какие-то колонны по кругу там стояли в процессе раскопки. Наконец, наша остановка найдена, и мы сидим одни. Других ожидающих пассажиров нет. Мы ждем автобус и надеемся, что он за нами приедет. Добраться сюда было легко. С Лиссабона мы приехали на поезде, потом немножко прошли до автобусной остановки, сели на автобус 441 и приехали сюда. И высадились в одном месте. А чтобы ехать обратно, нам нужно было пройти вдоль берега на другую остановку. И вот мы сейчас на ней. Также на автобусе номер 441 доедем до Синтры. И оттуда можно поездом до Лиссабона. Но смотрите внимательно, особенно если вы поедете в выходной, потому что поезда ходят часто довольно, а вот автобусы ходят не очень часто, примерно раз в час. Поэтому заранее планируйте, во сколько вы поедете и будете уезжать, чтобы долго не ждать их. В общем, сейчас мы чуть не пропустили наш автобус. Потому что Google написал, что по расписанию автобус 18.08, но придет 18.18. И мы сидели такие расслабленные, и вдруг он идет. А тут надо учитывать, что автобус остановится, только если ты его помашешь рукой. Ну, то есть, если никто в это время не нажал кнопку в автобусе, что хочет выйти на этой остановке, то он не будет останавливаться. Вот. И мы, в общем, в последний момент подорвались. И мы стой, стой, побежали. Ну, он чуть дальше, но остановился. Вот так. Мы приехали на автобусе на остановку. Обратно ехали 20 минут. Туда 30, а обратно 20. Вот так вот получается. Ну, нигде как бы не задерживались. Прежде чем выйти на остановку, можно следить по Google Map и заранее последить, где вам выходить, чтобы нажать на кнопку. Потому что, если вы это не сделаете, никто не будет выходить вместе с вами, никто не будет заходить, а водитель просто проедет мимо. Поэтому не забудьте и предупредить его. Вот, и он обязательно остановится. Сейчас мы пойдем что-нибудь найдем, перегусить. Может быть, это будет в португальской кухне. Узнаем, как готовят ковара в Симтре. У меня. В меню, которое мне принесли. Традиционный осьминог. Что мне здесь нравится, это то, что осьминог всегда очень мягкий. Несколько раз уже ела осьминог. И он очень-очень-очень мягкий. Очень вкусный. Мне принесли мясо по-домашему. В общем, здесь яйцо. Какое-то, мне кажется, колбаса. Бекон, может? Да, и судя по всему, да. И там внизу находится сама говядина. Ну да, даже немножко с кровью. Соус немножко похож, как на эти для бестроганов. О, еще картошечка. Тут целый, целый такой бокал картофеля жареного. Можно помакать. Тут требуется помогать. Вообще здорово. О, картошки могу. Я думал, пиво попросит. Пиво нет, картошку да. Приятный аппетит. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так прошел день от нашего ресторанчика до вокзала Было 56 секунд В общем, совсем-совсем рядом, мы даже из окна видели Сели в поезд, он абсолютно пустой И через 40 минут мы окажемся дома Спасибо, что вы были с нами, что посмотрели этот выпуск Ждите наше новое видео, которое, надеюсь, мы скоро снимем и покажем вам вновь Всем удачи, всем пока Чао My favorite part was when we went to the cafe and we had cheesecake Because at the bottom, the crust was made out of a rail And I love a rail And also my second favorite part is when we were going on our train station It's fun to go down the street It's legit It's legit It's legit Продолжение следует...